Состав Амкала мы, кстати, здесь видим. Да, Левшук начинает слева в защите. Два центральных бара Сычоу, справа Феликс, два опорника Сиба плюс Маврин, Герман под нападающими, чужой слева, справа Фарзяр. Фарзяр! Фарзяр чемпион! И была там в нападении. Сегодня обещал Фарзяру, если он забьет, спеть песню Хаски. Он недавно в Телеграм-канале выложил, как Хаски поет, и эту мелодию я сегодня исполню. Если Фарзяр забьет, мы все этого ждем уже на протяжении 13 тысяч лет. Гол Фарзяра, возможно, произойдет в этом волшебном 2022 году. Кстати, а, в старте мне надо показывать, что Минеев в старте, да? Это у команды Хачувамкал. Не знаю, короче, показано, что Минеев. Тарануха, Миша Жук в центре защиты, Воронин справа, Петрушин слева, Гео Гасилин в опорке. Гасилин! Мощь! Шмидт, центральный атакующий полузащитник, по бокам Ваня Млечный и Скоробогатов. А где же Фикус? А где же Душ Сантос и так далее? Где все эти ребята португальские? Ну что, дорогие друзья, стартовый свисток и поехали! Ура! Первый матч в 2022 году. Амкал против Хачувамкал. Нам нужен еще, наверное, один защитничек, Универсал, который мог бы сыграть, в принципе, и хэтчбэк спроси, не нужен. Защитник хэтчбэк. Ну, ничья спрашивает. Хэтчбэк. Гол! Гол, Денчик, гол! Вот и первый гол. Первый гол Амкала забил Герман Владимирович. Молодец, Гера! Это был не папа Германа, потому что это был как раз таки его рейдер. Будем выходить в эфир, и Герман будет забивать. Смотри, как красиво расправился Герман. Микроконтроль идеальный на уровне в штрафной, в чужой. Герочка все сделал прекрасно. И с левой ноги Герман забивает. Поздравлю его прямо в прямом эфире. Герман! 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 Ты мне обещал посвятить гол. Перепутал чаты жюри и участников отбора. Так, Бухар смотрит, кому можно передать. Отдает на Гео, Бара перехватывает. И тут ручки, по-моему, нет. Нет, нет, судья показывает играть. Гасилин с мячом. Гасилин! Гасилин! Гасилин, это лучший игрок. Хочу вам, Калл, бесспорно. Да, это лучший человек с отличной прической. Он, знаешь, похож, кстати, на защитника Лестера из сборной Турции вот с этой прической. С Суинджу там что-то такое. Вот прям смотришь на него сзади, прям очень похож. Нет, это не Суинджу, это Толя Гасилин. Анатолий Толян Гасибоси! Хорошо не гачевутся. Так, здесь шикарная подачка! Ой, Мотя! Почти как Форзяр играет в Моте сегодня. Левшук словно рукой вложил в голову своего тиммейта, но это было красиво. Но там Мотя, да, действительно, негодует немножко Мотя. Ну ладно, Мотя свои головища. Анстопа был, смотри, у него на спине. Вот это дал. Или просто роллы. Болл роллы с лососем, естественно. Так, Сибыч. И здесь передачка для Левшука. И можно с ударом с левой от... Ой-ой-ой-ой! Арген Робан сейчас был. Тарануха не пропустила панночку от Моти. И Мотя тут может мяч забирать. Ой, это Тарануха! Ты посмотри, ты посмотри на эти клешни! О-о-о-о! Это Чужой! Просто влупил в эту сетку, как она не порвалась. Это ужас, как страшно. И здесь на месте вратаря я бы даже тоже похлопал, потому что удар высшего пилотажа. Смотри, как бился Тарануха. Несколько раз мяч отобрал, но все-таки Чужик, смотри, прям допытался до этого мяча и сразу же в касание в угол ударил. Ну, естественно, для Роди он прям стрункой вытянулся. Но там, не знаю, Куртуа должен был еще длиннее быть, чтобы доставать этот мяч. Спасибо большое, Брос. Было бы забавно, если бы сейчас сразу он перешел до... Прокоп, кстати, смотри, ударчик. Нет, накрывает его удар. Но пока мы сейчас слушали интервью с Багдасом... Невероятное количество челленджей выиграл. Я, кстати, еще один выиграл, но я не скажу, у кого и где. Серьезно? Они еще челленджи сегодня снимали? Перед матчем еще успели. Ёлки-моталки. Даже в этом году успевает он выигрывать челленджи. И как раз благодаря всяким лонгшотам и штрафным. Поэтому давайте внимательно посмотрим. Дальний удар, но нет. Немножко свалился мяч с ноги. Да, не упал он, так скажем, не лег на подъем. Первый матч в 2022 году от Эрик Яна. Так, тут Прокоп на самом деле красивый. Клёп! Слева, клёп! На Эрик Яна! Блин! Прикиньте, первым касанием человек забивает гол. Ну все, это же просто отсос века. И просто вытащил железку из ноги. На Клёнах сейчас отличная диагональ от Сани Моменко. Ой, какая вкусная! Прокоп! 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 Да ладно, под себя убрать нет? Какой удар Прокопище! Давайте посмотрим, как отпразднует Миша. Миша стопудово будет что-то сейчас делать. Итак, Михаил, мы готовы. Будет ли какое-то индивидуальное празднование. Так, опа, вау, вау, почему? Кто переключился в этот момент? Кто? Это слюна была, Миш? Это была слюна. Охренеть, он... Это он саркается. Вы не видели? Блин, я сейчас обращаюсь к тому, кто переключился в этот момент с камеры. Зачем вы это сделали? Я надеюсь, сейчас обязательно в повторе покажут. Смотри внимательно. Он идет, он идет, он готовится, готовится. Набирает слюну. Смотри. Хоп, харкнул. И поймал. Фон! Он просто по-сам с собой. У нас, возможно, сейчас рождение нового Гуркина, который продолжает кайфовать в Бразилии. А у нас тут за рождение нового, возможно, исполнителя штрафных. Давайте посмотрим, что сделает Гео с канала «Живой футбол». А кто хочет ударить? Жук, что ли? Да, все, по-моему, хотят. Багдасар ударил. Низа Маменко. Отличный сейф. Молодец, Саня. Денчика с бара с мячом особо... Ой-ой-ой, это могло быть опасно, да, потому что Багдасар накидывался на него уже со спины. Так, а здесь передачка. Отличная! Маменко на Клёна, выход один-один передача, Клён, но сам же мог. Да не, ну на Денчика хотел сыграть. Маменко, ты лучший! Маменко передача супер, просто величайшая. С Багдасаром, Багдасар отыграется на Германа, а Герман... Ой, какая передача! И Маменко! Ну, перекидывал, но Маменко ждал, ждал этот момент. Вот, поэтому я надеюсь, с ним все будет хорошо, обезболиваю еще не сильно его. Ну смотри, какие передачи человек делает, а? Какие диагонали на Клёнчика. Клёнчик с дальним ударом! Клён! Оооо! Ле Клениссимо! Клениссимо! Смотри, как празднует Прокоп с Маменко, обнимаются. Потому что я хочу сейчас упомянуть, что голевая передача записывается на Саню Маменко. Саня! Ты лучший Маменко! Маменко в моменте выдает голевую передачу. Ну как же сегодня он хорош. Ну и Клён, как да, Бакрал здесь? Красота! Обыграл из-под защитника слева и засадил вниз. Мне кажется, даже вратарь потерял Минеев немножко ворота и как-то в ближнем углу прям стоял. Я считаю, стоит, знаешь, детальный разбор сделать, как была сделана передача. То есть как поставлена нога там. Ладно, подожди. А что в дальнейшем-то теперь получается? Ой, Миша! В дальнейшем зависит от Германа и тренерского штаба. Ай, Денщик! Но я хочу пожелать тебе здоровья, самое главное. Восстанавливайся, да. И надеюсь, мы тебя увидим. Спасибо вам большое. К нашим комментаторам возвращаемся. Так, здесь Вася Маврин с мячом. И дальний удар от Клёна! Мог закрутить Герман! Ой, хорошо! Как хорошо! Да, у нас пока было интервью. Спасибо большое Никите, Вадиму здоровья. У нас на заднем фоне вы видели атаку. Прокоп там ноулуком отдавал на Клёна. Клён вторым касанием отдавал на Денщика. И Денщик в пустые ворота не подставил. Не выбрал ногой, какой хочет забить. И прямо на линии обнялся с Минеевым. Когда Сар не пошёл, не пошёл в этот мяч, но побоялся, видимо, либо получить травму, либо нанести. Вася Маврин, смещение в центр. Передачка напрашивает. Ещё смещение, ещё смещение. Пенальти! Пеналь! Кому дадут пробить? Кому, кому же дадут пробить? Да, все кричат, сейчас все на поле кричат Денщик. Вся скамейка запасных Амкала кричит Денщик. И что же решит команда? Ну, я думаю, Денщик, конечно, конечно же Денщик. Похоже, Денщик. Не имеете право отбирать заслуженные пенальти у этого гроссмейстера футбола. Гроссмейстер у нас клён. Извини, пожалуйста, но тут мне придётся тебя остановить. Ну, Вася Маврин всё, как обычно, сделал. Болл-рольчики, вошёл в штрафную, заработал пенальти, которые, возможно, сейчас реализуют Денщик. Давай, давай предик, правый или левый угол? Мой левый. Левый. А, ну, значит, мы с тобой едины в своём понимании. Уа-е. Ай, Денщик, ну забей сегодня. Замену можно. Михалыч сразу просит замену. Кого он поменяет, интересно. Фарзяра, надо выходить. Матч закончится тогда, когда забьёт Фарзяра. Потому что я не упущу его. И Витька Блотов по воронам. Ты что, идиот, что ли? Там кто-то летел, вражина. Ты что творишь? Так, ещё раз возвращаемся. Я знаю, что вы по мне соскучились. Ну вот, новый герой. Денщик Фломастеров. Расскажи. Ну, давай, подожди, сейчас узнаем, какой ты герой. Каково это не забивать пенальти? Это отстойно. Я думаю, ты знаешь. Нет, я их не бил. У нас это автогол. И не забивал тоже, но и забивал. А там автогол тем временем, кстати, 5-0. 5-0? Багдасар, по-моему, в свои забил. Нет? Или нет, 19-й номер, это кто? Да, это Багдасар. А, это Багдасар. Но самое классное, что Вите не дали забить гол. И забрали у него гол. По сути, он уже забил. Который показывает всегда в прямой трансляции то, что происходит на поле. Чужик у нас уже появился. Всех тут оббегает сам. Отдает на ленточку. И Герман Эль Классико делает счет 6-0. Герман, кстати, дубль. Он начал этот разгром. И, возможно, и закончит. Не знаю. Но я вряд ли думаю. Дэнсер пока что, я думаю, больше, чем 7 будет. Я боюсь, как бы здесь, знаешь, в односторонний футбол это все не превратилось. Хотя оно уже превратилось. Уже, да, уже постепенно. Иваныч, что делать? Весла сушить? Надо выпускать Бухара. Нужен гол. Нужен гол. Ну, работа сама себя не поработает, знаете ли. Так, здесь обоград. Ай, форзяр! Форзярочка! Да что ты, блядь, как ты, сука? Фу, ну как тут сдержаться-то, я не пойму. Ну, как даже... А у нас нет, пока что интервью не готово еще, судя по всему. Звук, дайте звук. Пока что, да, интервью не готово. Здесь атака. А, не готовят. Все. Блин, решил покомандовать режиссером, а он собаку не дал. Таратина ругается на меня. Толю не надо много упоминать. Так, здесь не ошибочка. Ой, ошибочка в итоге. Здесь чужой. Передачка на Сиба. Сиба скидывает дальше. Ой, 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 ой! Елки-палки! Матвей! Мутю! Мутя, как это было красиво! Ну, где же матушка Фортуны? Ну, улыбнись-то ему на секунду! Мутя, ты лучший! Ты Тарануха лучший тоже! Следим, следим за будущими Амкаловцами. Кто из них будет уже бегать не в синей форме и тем временем... Опа! Сычев, кстати, нарушает! Вторая желтая! Это вторая желтая! Пошел он с поля! Уходи! 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 Стас Сычев! Все, дорогие друзья, зарабатывает... Сегодня должен был заработать гол, посвятить его Никите Кожемяке. И в итоге зарабатывает красную карточку. Таран, кстати, уже исполнял низом просто, ударил в руки. А нет, в итоге смотри... Ой, убежали! Ой, убежали! Какой розыгрыш красивый! Это его штрафная. Это все шесть соток его. Он там сажает редис и отбивает все мячи. Ну а у нас тем временем через себя удар... Ой-ой-ой! Два человека просто ударили. Ёлки-моталки. Но сейчас тем временем в девятером играют Амкаловцы. Бухар! И... Да что ты будешь делать? Ай, какой Турачелло! Просто простофилька! Да, и Маменка еще и падает. Давайте сейчас посмотрим в повторе. Но пока у нас продолжается, возможно, атака. Нет, повтор смотрим. Тут отличная передача от Вани Млечного. Бухар выходил один на один. Перекинул Саню, Маменка попал в перекладину. Отыгрался с самим собой. И упали вещи чьи-то! Говняха просто вылетела из попки и упала. Ёлки-моталки, вот это да! Подождался, отдал на Моти. И Моти может в касание. Нет, убирает. Ждет подключения еще одного перех... Перех... Фирту... Блатова эта пенка. Тошка, Тошка! Ну, Форзяру... Форзяр! Форзяра! Форза! 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 А Форза выпускает Денчика. А Форза Денчика пускает. А тем временем Ирикьяна просто взял мяч и сейчас ударит, пока мы все кричим другие имена. Забить Форзяру! Ну, Сибыч зает. Денчик! Опять Денчик! Денчик! Второй пенальти от Денчика Фломастерова мы сегодня увидим. Напомню, в первом он ударил низом в левый угол, промахнулся. Гол не забил. Был у него еще в пустые ворота момент, он тоже не забил. Не дали, к сожалению, Форзяру пробить. Это личная для меня трагедия. Но сейчас на Денчика смотрит не только многотысячная аудитория в прямом эфире. Вы видите справа от ворот огромная толпа. Тудротс! Сейчас, возможно, если Денчик второй пенальт не забьют, его заберут в Тудротс. Денчик! Ну что же, Денчик у мяча берет конский разбег! Конскому мужчине конский разбег! Фикус что-то подсказал ему. И что? Денчик, Денчик разбегается. Денчик справа, удар! Денчик! Забей! О, смотри, Ждан переоделся уже. У него футболка Лесева, у Ждана. Герман в шоке. Герман уже не знает, какой контракт придумать, чтобы удержать Денчика в команде. Но, смотрите, в повторе, мы уже видим, что удар в створ. Уже лучше. Ну это же просто жесть какая. Ой, ну, Гасилин! Долбит! Ай, Гаська! Гера, надо забить! Да! 6-1! Герман Эль Кудрястико забивает гол за «Хочу вам калл». И распечатывает ворота Санни Моменко, который сегодня прекрасно выглядел. Но там уже, по-моему, в штрафной при угловом был только Сибыч и Бара. Да, кто же его знает? Спрашивают, какая фамилия у Германа. У Германа... Громов! Громов! Забил за команду «Хочу вам калл». Так, ладно, у нас здесь выход 1-1, возможно, но Бара-Бара уступает пока что по скорости. Передачка на дальнюю! Уааааа! Да что это такое? Забегание перекрещивания! Германа дает! На Гасилин, на Гасилин решает! Передача красивейшая! Дай-дай-дай! Да что же вы делаете-то! Зачем? Как это так? Это было красиво! Но... Толя, браво! Гасилин отлично сделал все! Как, ну просто... Блин... Ну все уже! Ну тут даже Дэнчик Фломастеров бы забил. Ну, как это? Гера, да, опять же, Эль Кудрястик, Какие передачи вы на «Изаб表示»? Красивее... С мячом он тоже очень хорошо все делает. Ой-ой-ой, по-моему, по Санке попали. Нет, я вот забоялся за Сашу. Сашке все хорошо. И все. ГГ, дорогие друзья. 6-1. Амкал побеждает. И это, кстати, победа на тренерском попре. Еще для Михалыча на Деваныч. Михалыч! Михалыч! Ну, Михалыч говорит, скромно, скромно. Как говорит, хватит, значит, прекращаем. Ну что ж, прекрасный мы матч увидели. Много интересных моментов, много штанг, много незабитых пенальти мы сегодня увидели. Перекладин через себя. Вася Маврин!